Краски, клей, подручные материалы и непременно побольше блеска. Все это обязательно пригодится на новогоднем конкурсе «Елка-2022». Больше 30 заявок поступило в Центр народного творчества. Свои елочки для конкурса активно мастерят в семьях, в детских садах, школах, клубах и домах культуры. Такие красивые и интересные елки в разных техниках выполняются. Конкурс был объявлен с такими требованиями. Елочка должна быть не менее 1 метра в высоту и не более 1 метра в ширину. Главные активисты – дошкольные учреждения. Сразу 5 заявок поступило из 246-го садика. Решение, какой же будет елочка, принимается творческим активом. Изучили новинки в интернете, обменивались идеями. Сейчас продумывают, что можно привнести такого, чтобы оказаться в лидерах. Даже когда мы уже что-то выбрали, начинаем работать, в процессе работы вносим всегда что-то свое. И особенно всегда активно это идет от детей, потому что дети, они очень творческие. В младшей группе «Мальвина» соорудили белоснежную пушистую елочку, используя в качестве хвои обычные ватные диски. «Левочка, Левочка, вот она какая! Красивая, зеленая, таляная, большая!» В группе «Постарше» создали необычную стильную ель из геометрических форм, украсив ее игрушками и шишками, которые оттянили белой гуашью наподобие опавшего снега. «Новый год – волшебный праздник, все его с радостью ждут!» В третьей группе под сверкающими украшениями спряталось хвойное деревце из неожиданных материалов. Оно сделано из коробок от печенья, скрученных в аккуратные трубочки. «Раскрасили зеленым цветом, склеили ее, и получилась красавица-елочка!» Вот такая сказочная творческая атмосфера витает под крышами коллективов города в преддверии главного события – Нового года. А победители конкурса объявят совсем скоро – 20 декабря организаторы озвучат заветные имена победителей. «С Новым годом!»